Здравствуйте! В прямом эфире Азов.Инфо в студии Александр Истомин. Сегодня в программе. Взяты все необходимые пробы, в том числе продуктов питания. Подозрение на заражение кишечной инфекцией в детском саду номер 32. Дорога замечательная, но только одни ямы, больше ничего нет. На этой неделе будет определен подрядчик ремонта одного из самых аварийных участков города улицы Заводской. Вот и наше мероприятие, оно в очередной раз напоминает и собирает все семьи вместе с бабушками, с дедушками. В храме села Когольник прошел праздник, посвященный Дню Петра и Февронии. Подозрение на заражение кишечной инфекцией в детском саду номер 32. Специалисты Роспотребнадзора сегодня начали служебное расследование. Ситуация находится на контроле администрации города. Сегодня заместитель главы по социальным вопросам Виталий Белов провел выездное совещание, в котором приняли участие и наши корреспонденты. Пятеро воспитанников детского сада номер 32 госпитализированы в инфекционное отделение центральной городской больницы с подозрением на кишечную инфекцию, вирусной этимологии. Один ребенок находится на амбулаторном лечении. Были обращения родителей по кишечной инфекции. Сейчас идет лабораторный анализ. Когда будут получены результаты, будет понятно, что там за причиной, с чем связано. У нас по предварительной информации двое деток летали на море и приехали недавно, попали в детский сад опять. В настоящее время проводится санитарно-эпидемиологическое расследование сотрудниками Роспотребнадзора. Взяты все необходимые пробы, в том числе продуктов питания, пробы на пищеблоки детского сада, в самом детском саду, в помещениях и у работников детского сада. Значит, медиками осмотрены все дети, проинструктированы законы представителей родителей о том, как вести себя в случае изменения состояния ребенка. Пока нет заключения специалистов, принято решение завтра закрыть детский сад на один день. Следует отметить, что все заболевшие дети ходили в одну группу. Это может косвенно указывать, что источником инфекции не являются продукты или санитарное состояние пищеблока. В противном случае пострадали бы дети из других групп. По информации родителей, два ребенка из этой группы отдыхали на прошлой неделе на Черноморском побережье Кавказа. И в период отдыха у них наблюдались клинические проявления данной болезни. Значит, родители самостоятельно детей вылечили, обратились к педиатру за справкой к участковому. При этом, по непонятным причинам, не проинформировали самого педиатра о том, чтобы была такая ситуация. И вышли, привели детей в детский сад. Результаты санитарно-эпидемиологического расследования станут известны в течение ближайших двух дней. После чего будет принято решение в отношении режима работы детского учреждения. Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо. Вопрос о возможном заражении кишечной инфекцией в детском саду номер 32 сегодня также обсуждался на совещании главы администрации с руководителями социальных служб. Глава департамента образования Михаил Макеев сообщил о том, что на данный момент специалисты предпринимают все необходимые действия для того, чтобы оказать содействие представителям эпидемической комиссии в проведении служебного расследования. Ситуация находится под контролем. В продолжении совещания глава администрации города Владимир Рощупкин подвел итоги визита в Азов представителей консульства Румынии, Италии и Испании, который состоялся на минувшей неделе. Как сообщил стим-менеджер, официальные лица заинтересовались достопримечательностями нашего древнего города и предложили развивать культурные связи. Им очень понравился на самом деле город. И был, опять же, генеральный консул Румынии, который был тогда с рабочим визитом две недели назад до этого. Поэтому то мое поручение, которое было, попытаться с Румынией какие-то контакты установить в плане туристического обмена, это все все. Мы с ним опять обсудили, он высказал приверженность этой идеи. Так что можно через консульство поработать с аппаратом консульства Румынии, если вас стоит. Компенсационные выплаты за проведение капитального ремонта жилья сегодня обсуждались также на совещании руководителей социальных служб. Заместитель главы Управления социальной защиты населения Азова Дмитрий Титов сообщил о работе, которая ведется в этом направлении. Речь идет о выплатах льготным категориям граждан. Сегодня буквально поступила информация о том, как будет из министерства, о том, как будет проведиться Ростовская область. Здесь работа с 70-80 летними по компенсациям за капитальный ремонт. Сейчас мы это обработаем и где-то с середины недели начнем информационную кампанию среди них. В завершении совещания глава администрации поручил руководителям социальных служб проработать вопрос проведения капитального ремонта кровли двух детских садов города. Номер 6 и номер 20. Первоначально планировалось провести косметические работы на этих двух объектах, но в процессе стало понятно, что проблемы гораздо серьезнее и в этом году их необходимо решить. Людмила Улихина, Татьяна Ивашенко, Александр Истомин, Азов.Инфо На этой неделе будет определен подрядчик по ремонту одной из самых аварийных улиц города – Заводской. Об этом сегодня сообщил директор департамента ЖКХ Роман Ткаченко. Улица Заводская не является главной дорожной артерией города. Она расположена в промзоне. Но от этого значимости этой улицы меньше не стало. Ежедневно по ней проезжают десятки машин, начиная от малолитражек и заканчивая многотонными грузовиками. Заводская ведет на ряд предприятий и чтобы добраться на работу, азовчанам приходится преодолевать полосу препятствий. Роман ездит сюда к родителям. Завидев нас, достал газету, которая уже написала о том, что дорога якобы ремонтируется. Под контролем угрозначальника ремонт дорог по улице Севастопольская, объездная и Заводская. Причем реставрация двух последних проходит усилиями государственных частных партнерств. Работы ведутся без отставания от графика Заводская. Ну вот можете показать. То есть они еще не начинались, а в газете пишут, что полным ходом идут. Роман уже и не припомнит, когда здесь было нормальное асфальтовое покрытие и проводился ремонт. Я тут часто ездил, почти два раза, пять раз в день, не знаю, по-разному. Вот после дождя там посередине улицы лужа проехать невозможно. Начали объезжать все по тротуарам, в том числе и директора предприятий всех. Люди возмущаются, которые идут на работу по тротуарам, их тоже можно понять. В то же время водители не могут проехать, там машину можно положить. Ну сейчас они взяли, там забили трубы, чтобы по тротуарам не ездили. Ну вот, нашли выход как бы. Роману Калабродову вторят и те, кто каждый день вынужден ездить по этой дороге. К сожалению, другого пути к предприятиям нет. Водители, маневрируя, пытаются объезжать ямы и лужи, которые после дождя здесь в изобилии. В этой ситуации страдают не только люди, но и техника. Дорога замечательная, но только одни ямы, больше ничего нет. Одни направления. Лет, наверное, 15 точно она такая в таком состоянии. Ну а ездим, сколько уже, 3-4 года точно ездим по этой дороге. Ну вот, в общем, когда дождь, там лужа просто глубокая. Ну, все объезжают, кто по тротуарам, кто так. В общем, ничего хорошего. Давно сказали, я читал в газете, что будут делать эту дорогу. Ну, пока никаких вот сдвигов нет. Дорога ужасная вообще здесь. Во-первых, лужи появляются, а под лужем не такие глыбы. Днища ей цепляешь. Вот я, например, позавчера ходовую сделал, уже новую. Ушатала эта дорога. По славам директора департамента ЖКХ Романа Ткаченко, скоро и на заводской будет праздник. Полоса препятствий уйдет в историю. 14 июля будет подписан договор с подрядной организацией о ремонте данной дороги. Работы начнутся во второй половине месяца. Екатерина Четверикова, Юрий Друзякин, Азов.Инфо. Глава администрации города Владимир Рощупкин провел плановое совещание с заместителями. В Азове на треть будет увеличено количество существующих цветников. Об этом сообщил сегодня глава городской администрации Владимир Рощупкин во время своего еженедельного совещания с заместителями. Тем более, что через год город отметит юбилей, а затем Азов ждут масштабные мероприятия, приуроченные к Чемпионату мира по футболу. В продолжении Тевы, управляющий делами администрации города Евгений Мамищев, рассказал об успешно проведенной совместной акции активистов общественных организаций коммунальных служб под названием «Тропа здоровья». В акции, прошедшей в минувший четверг, приняли участие более 100 человек. В ближайшее время активисты продолжат формирование прогулочной зоны. А 14 июня в городе пройдет новая акция под названием «Чистый столб». Неравнодушные азовчане могут присоединиться к представителям общественных организаций и волонтерам молодежных движений и принять участие в очистке электроопор от незаконной рекламы. Акция стартует в четверг, 14 июня, в 18.00. Людмила Улихина совместно с пресс-службой администрации города. В селе Когольник день семьи, любви и верности отмечают по особым традициям. Уже пятый год подряд организаторы праздника, представители администрации сельского поселения и настоятель Покровского храма отец Николай, совместными усилиями чествуют супружеские пары, которые смогли сохранить свой семейный союз долгие годы. У каждого села свои традиции, свои праздники. День любви, надежды и веры в Когольнике отмечали в пятый раз, как и положено с размахом. Праздник постепенно из церковного перерос в народный, при этом сохранил традиции. Вот и наше мероприятие на очередной раз напоминает и собирает все семьи вместе с бабушками, с дедушками, с детками, с внучатами, с папами и мамами, для того, чтобы в очередной раз вместе провести, порадоваться вот такому замечательному празднику, таким замечательным традициям. Перед храмом в парке развернулся городок со сцены. Главный символ праздника – икона Петра Февронии Муромских. В организации торжества активное участие приняли жители села и воспитанники школы искусств. На праздники чествовали семьи, прожившие много лет в любви и согласии. Нашей семье уже 26 лет. И этот праздник, мы действительно считаем, что народный праздник и для души, для семьи, праздник семьи, любви и верности. Все присутствующие на мероприятии могли не только наслаждаться концертной программой, но и принять участие в тематических викторинах на знании истории праздника, семьи, любви и верности. Кульминацией мероприятия стал красочный фейерверк. Людмила Улихина, Валентин Сыраш, Александр Истомин, Азов.Инфо. Это все новости на сегодня. Впереди прогноз погоды. Спонсор прогноза – компания «Азовстрой». Построй дом вашей мечты по индивидуальному проекту. До свидания. Компания «Азовстрой». Ремонт под ключ в вашей квартире или частном доме. Доступно, качественно и быстро. Команда профессионалов выполнит весь спектр услуг от дизайна интерьера до строительно-отделочных работ. Наш телефон – 226-0077. «Азовстрой». Мы построим дом вашей мечты по индивидуальному проекту. 12 июля ясно. Температура днем плюс 30-32 градуса. Температура ночью плюс 19-21. Ветер западный 2 метра в секунду. Влажность воздуха 33%. Уровень воды в реке Дон на 79 сантиметров выше нулевой отметки. Температура воды в реке плюс 23 градуса. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Гомофон в норме. Гомофон в норме. Продолжение следует. Продолжение следует...